Доброе поэтическое утро! Сегодня у нас, друзья, в студии программы «Оранжевое утро» Станислав Чибриков, Анастасия Феяфилова присоединяйтесь, у нас всегда познавательно и интересно. Сегодня поэтическое и музыкальное утро все-таки, я бы так это обозначил. Нина Орлова у нас в гостях. Здравствуйте! Здравствуйте вам, здравствуйте телезрители, здравствуйте город Новосибирск! Нина Орлова, автор-исполнитель, поэтесса, участница и лауреат многочисленных фестивалей и всероссийских конкурсов. С 2014 года ее песни часто звучат на вокальном конкурсе «Проект Ордынка». Нина счастлива в личной жизни, она мама четверых детей и бабушка троих внуков. Как у вас дела? Настроение прекрасное, когда прихожу сюда в студию, оно у меня поднимается еще больше, потому что сама атмосфера, оранжевое утро, это уже подразумевает такой заряд радости и позитивной энергии. Нина, я знаю, когда у вас спрашивают, как ваши дела, у вас на это всегда есть поэтический взгляд. Да? Просим. Жизнь по строчке, по аккорду, по дыханию ветерка, укрывают спящий город, белых шапок облака. Ничего не обещая, ничего не говоря, вновь за всю зима прощает непослушную меня. Небо в шелковой сорочке, перелине голубой, по аккорду и по строчке, жизнь летит сама собой. Спасибо большое. Спасибо. Ну тогда сейчас сразу перейдем к теме, которая стала для вас очень важной в этом году. В этом, правильно, да, если что? Нет. Или в 20-м? В 20-м году. Уже догадывается, о чем хотите. Да, 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 конечно. Вы стали членом Союза писателей России. Да. Как долго вы к этому шли? Да, наверное, я не шла. Я просто делала то, что я делаю и продолжаю делать. Писала стихи. Конечно, это для меня очень значимое событие. Но это определенное признание. Да, да. И причем признание профессионалов. Поэтому, конечно... Можете нам приоткрыть завесу тайны? Как это происходит? То есть вы куда-то отправляете свои произведения на некую комиссию, которую читают? Конкурс. Как это, да? Ну, я периодически участвую в конкурсах. Это необходимое требование. Ну, это как бы, да, атрибут такой жизни любого творческого человека. Участие в конкурсах, в фестивалях, чтобы тебя заметили, чтобы тебя видели. И, ну, в какой-то момент как-то вот так вот звезды складываются, что тебя замечают. Ну, всему приходит свое время. Я так думаю. Знаете, я думаю, как раз всему пришло свое время. Пришло время послушать музыку, послушать песню. Поэтому, если вы не против... С удовольствием. ...на нашу сцену. Поскольку утро у нас сегодня оранжевое, доброе, я всем вам желаю легкого, доброго пробуждения рядом с любимыми людьми. И день, пускай пройдет у вас так же легко, добро и солнечно. И я хочу исполнить для вас песню лирическую, мягкую, женскую, которая называется «Буди меня нежно». Буди меня завтра, буди меня нежно, пусть будет на завтрак лишь горстка черешни. Буди на рассвете, буди на рассвете, меня поцелуя, так больно, как ветер, так страстно, как буря. Пробуждаясь с тобой, потянусь и на цыпочки встану. И до яркого солнца, до звездного неба я руками достану. Буди меня взглядом, буди меня смехом, порой листопадом. И тающим снегом, буди меня вздохом, ой, это прелестно. Буди, как дуреху, буди, как принцессу. Пробуждаясь с тобой, потянусь и на цыпочки встану. И до яркого солнца, до звездного неба я руками достану. И до яркого солнца, до звездного неба достану. Спасибо вам, Роман. И знаете, у меня сейчас сразу родился вопрос. Как у вас родились эти строки? Почему вы их долго вынашивали и решили песню исполнить? Ну, а вам спасибо, я теперь знаю, как правильно будить женщину. Да, да, да. Почему вдруг? Инструкция. Инструкция получена. Родилась, да. Вы ее применили, кстати, уже? Ну, наверное, я благодаря этому событию родилась эта инструкция. Так скажем. Вопрос от дилетанта. Как рождаются стихи? Ну, это такой, знаете, вопрос. Ваши, ваши стихи. Да, мои стихи, конечно, у всех это по-разному. У меня они вот просто рождаются. Просто приходят, я благодарю судьбу, благодарю создателя, что я это могу слышать, могу чувствовать и могу воспроизвести на бумаге. Потому что я так думаю, так многие женщины думают, и женщины, и мужчины, но просто не могут выразить это в стихах. Понимаете, а бывает такое, что вот не идет рифма, вот ночь вы сидите на кухне. Нет, 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 нет. Нет, 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 это не про меня. Я говорю, они просто приходят стихи. Ну, вот как-то. А ваше дело только. Да, 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 да. Кстати, что же мы вас томим-то? У вас в руках диск ваш. Ну, томим, наверное, не меня, а телезрителей. И я с удовольствием могу вам передать этот диск. Это результат моей работы за весь прошлый год. Сюда вошли новые песни, вот в том числе Клео, песня о легендарной женщине Клеопатре. Да вы что? Это и называется альбом Клео, соответственно. Да, альбом так называется, но изюминка там, песня, которую я написала в январе, очень свежая, она называется «Не антисемитка». Это перевод можно? Краткий? Пересказ. Пересказ. Ну, наверное, это песня о любви к евреям. Так. Пару строчек хотела. Ну, она очень такая зажигательная, танцевальная. И когда на концертах я ее исполняю, ну, очень живо люди ее воспринимают. Весь альбом под гитару, да? Нет, нет, нет. Это как раз-таки под эстрадный аккомпанемент, под минусовки. Кстати, Нина, вы продолжаете до сих пор писать о любви. У вас все песни связаны с любовью. А что, в моем возрасте уже не пишут о любви? Нет. А что вы? Вдруг тот год злостный что-то поменял, и вы стали, например, писать про медицину. Написали ее про маски, да, например. Да, да, да. До сих пор продолжаете идти в своем плаву. Я абсолютно не политизированная человек, женщина, поэтому пишу, конечно, о любви. А какое последнее стихотворение было написано вами про любовь? Кому, может, посвятили? Ну, посвящается это всегда своему состоянию, своему любви, своему партнеру, своим отношениям, когда пишется, а, ну, я сегодня написала стихотворение. Да ладно. Вы что, пока ждали нас в гостевой комнате? Нет, 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 дома пока собиралась. Да, так вот, ну, между укладкой. Это стихотворение о любви к телевидению. Я люблю себя, я люблю себя. Ну, Настя тоже. Да, нет, ну, реально я пишу каждый день, поэтому приходят какие-то. Во-первых, я говорю, вдохновляет все. Вот снегопад у нас был, да, когда, неделю назад? Был, но не прекращался. Это называется зима у нас в Сибири. Да, да, да. Вот у меня такое стихотворение появилось. Кто отменил весну? Кстати. Кто посмел это сделать? Да, да, да. Вот, ну, мои стихи, они всегда, если вы так окунетесь поглубже в мое творчество, они всегда, конечно, хэппи-энд заканчиваются. То есть, в конце никто весну не отменял. Нет, она уже в пути, она уже идет. Так и заканчивается стихотворение. Не вешает нос гордомарины. Да, 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 да. Скажите, пожалуйста, Нина, а вы никогда не думали свои стихи песенные, да, песни? Кстати, вы когда пишете песню, вы целенаправленно или вы написали стих, смотрите, а его можно исполнить? А это вот тут как раз приходит по-разному. Строчки приходят иногда вместе с музыкой, иногда приходят просто как строчки, как просто какой-то выход души. И через какое-то время может появиться музыка, а может не появиться. А, и так и остаться на бумаге. Да, я выкладываю весь его материал в интернет, чтобы у других, потому что я сотрудничаю с музыкантами, исполнителями, другими. Воруют стихи? Было такое, честно? Ну, не буду я об этом. Был такой. Берут займы. Да, да, да. Ну, это значит, вы впереди. Ну, да, я тоже так говорю. Ну, значит, стихи хорошие. Да. А вот не было мыслей отдать кому-то там, не знаю, с большой эстрады, скажем так? Туда надо еще постучаться, достучаться. Ну, вот этим вы и займетесь в ближайшее время. Да. На самом деле, да, Инна, мы предлагаем с вами прерваться на небольшой информационный блог, после чего мы обязательно встретимся в нашей студии. Будем читать стихи, будем петь песни. В общем, будем оккультуриваться прямо с утра, с оранжевым утром. Не переключайтесь. Всем, кто только что переключился на 49-й канал «Доброе оранжевое утро» в студии по-прежнему Станислав Чебриков, Анастасия Фетилова. У нас мы сегодня говорим про любовь. Про любовь, про стихи. В общем, все то, что любит Анастасия. Да что, все мы это любим. Нина Орлова у нас в гостях. Еще раз «Доброе утро». Тем более, с наступлением весны хочется побольше такого прекрасного солнечного и светлого. Кстати, Нина, у вас прошло мероприятие, а не так давно. Как прошел ваш творческий вечер? И как часто вы делаете такие творческие вечера, чтобы можно было прийти и послушать ваше произведение? На самом деле, да, уже говорили мы об этом. Я стала членом Союза писателей. Мне вручили удостоверение, все прошло замечательно. Вручили удостоверение мне и Юрию Калташову. Это тоже наш новосибирский автор-исполнитель. Он пишет на военную тему, потому что военный врач и служил в горячих точках Афганистана. Открытые мероприятия я провожу не часто, но вот хочу сказать как раз-таки о ближайшем большом мероприятии, которое большое значение имеет не только для меня, но и для музыкантов и жителей нашего города. Это концерт памяти Татьяны Красовской, который пройдет 6 мая в концертном зале Евразии, начало в 19 часов. Билеты уже продаются в кассах и через интернет в кассы.ру можно приобрести. Поэтому я обращаюсь к телезрителям, приходите. Повод грустный, но концерт будет очень хорошим, праздничным. Расскажите немного о Татьяне, напомните, может быть, кто-то, если не... Если кто не знает, да. Татьяна Красовская, ну пока еще, конечно, как бы тяжело об этом говорить, потому что времени прошло мало, 6 ноября Татьяна ушла из жизни. Это талантливая, молодая, красивая музыкант, автор, исполнитель своих песен. Ну вот так случилась жизнь. Это же наша область в Новосибирске. Она с Новосибирска, да. Мы с ней дружили, сотрудничали, писали песни вместе. В савторстве с Таней мы написали 50 песен. Но это, на самом деле, это малая крупица ее многогранного таланта, потому что Таня оставила более 700 песен. То есть она сотрудничала с другими поэтами, очень много писала. Ну, в общем, я не хочу долго об этом говорить, потому что, ну, на самом деле, тема еще такая для меня. Еще живая, дорогие врачи. А на концерт приходите, дорогие радиослушатели, ой, телезрители, господи, я аж разволновалась. Телезрители и песни Татьяны Красовской будут исполнять яркие и талантливые исполнители нашего города. 6 мая. 6 мая. В Евразии. Да. Знаете, Нина, а позвольте еще раз попросить вас исполнить нам какую-нибудь такую утреннюю песню. Бодрую. Ну, вот так взбодримся немножко, правда? Да, давайте немножко взбодримся вместе с нашими зрителями. Хорошо. Ну, в общем, наше утро перестает быть томным. И сейчас такая зажигательная песня «Бамбина Чао». Как крылья бабочки печаль моя легка И невесома, как дыхание мотылька И беспричинно, как внезапный этот бриз И имею право на каприз И имею право на разрыв И чтоб ты мне не обещал Каких бы грез не возвращал Каких бы не сулил даров Бамбина Чао, будь здоров Бамбина Чао, встретил путь Счастливым будь, не обессудь Бамбина Чао Бамбина Чао, как лунный свет Печаль бледна и холодна Не понимаю, в чем сейчас моя вина Обиды старые осколками хрустят И имею право на пустяк И имею право целовать морской прибой Будь непокорной, своенравной и шаленой Как этот ветер, разметавший пустоту И имею право на мечту И чтоб ты мне не обещал Каких бы грез не возвращал Каких бы не сулил даров Бамбина Чао, будь здоров Бамбина Чао, встретил путь Счастливым будь, не обессудь Бамбина Чао, о-е Бамбина Чао, Бамбина Чао, Бамбина Чао Бамбина Чао Спасибо большое Спасибо, взбодрили Скажите, а вообще Ваш творческий багаж Сколько у вас стихотворений, песен Вот все посчитаем, сколько у вас? Вот, ну честно сказать, не считала У меня выпущено три сборника стихов Ну диски с периодичной регулярностью я выпускаю Много, не считала, больше тысячи, наверное Потому что у меня 55 человек с авторов, кто пишет музыку на мои стихи 55 человек? 55 человек Это уже минимум 55 песен Как минимум Да, но если учесть, что вот с Таней Красовской мы написали 50 песен С Леиной Паршиной 300 песен написали Там есть у меня другие с авторы, с кем написано 30, 20, 15 По-разному, с кем-то одна песня написана То есть не считала, действительно, это даже невозможно посчитать То есть если вот так дать хороший концерт из всех песен То на пару суток придется арендовать концертный зал, да? Да, 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 потому что 23 февраля мы проводили концерт Моих исполнителей в городе Новосибирске И, ну, понятно, что все творческие люди Не все смогли просто поучаствовать, потому что 23 февраля, праздник Ну понятно Да, ну то есть в афише было заявлено из наших местных исполнителей 13 человек И каждый спел не по одной песне? Ну, по две песни, возможно, мы дали исполнить А с кем вы сотрудничаете, интересно? Кто из знаменитых исполнителей Новосибирска? Можно увидеть вас в концертах? Я не знаю, насколько они знамениты, где знамениты я И вообще я к этому не привязываюсь как-то Мне просто интересно, если человек, интересно его отношение Талантливый, назовем так талантливый Да, да, талантливый У меня всю жизнь стремительно, переменчиво, на самом деле Я сотрудничаю со многими музыкантами И дуэтом я работала, работаю И с ансамблем я, Владислава Матуса, работали мы больше года То есть вот по-разному И одна я выступаю Мне интересны разные форматы Нина, вы как автор, насколько вы ревностно относитесь к тому, как другие исполнители передают ваши песни? То есть есть такое, больше никогда не пой, неправильно ты все это? Нет, нет, нет Если у вас же свое прочтение авторское, а у них свое Конечно, да Это может быть, если вы слышите, что он совсем не то Нет, поскольку я сама не являюсь профессиональным исполнителем А на мои стихи пишут Но вы великолепно исполняете Но на мои стихи пишут музыку профессиональные музыканты И они как раз-таки очень ревностно относятся к тому, как я их мелодию переношу А, то есть больше вы можете сломать Я вот исходя из своего такого опыта Ну и я, на самом деле, очень ответственно подхожу, когда я исполняю чужую музыку Ну, чтобы вот именно передать все точно Поэтому, когда другие исполнители исполняют, я вообще очень спокойна Ну, главное, чтобы слова там не коверкали Ну, от себя ничего Да, от себя тяну, чтобы не... Ну и все, а остальное, конечно, как-то... Где-то кто-то дольше затянул, кто-то раньше там паузу сделал Да это нормально Нина, вам огромное спасибо за то, что весеннее утро вы сделали еще прекрасней Спасибо вам, что пригласили в свою передачу А нашим телезрителям я желаю всем хорошего дня Приходите на мои концерты Всех люблю А мы любим Нину Орлову, друзья И вас, конечно, продолжается оранжевое утро Несмотря на то, что Анастасия Фефелова и Стас Чибриков с вами прощаются Теплого, прекрасного, хорошего дня вам Увидимся Обязательно Субтитры сделал DimaTorzok